В Днепре на месте гибели полицейских, где их расстреляли год назад, установили памятный знак. Почему убийца Ольги Макаренко и Артёма Кутушева до сих пор не наказан? Что мешает судьям принять это решение? Елена Миндалёк выясняла подробности. Полицейский шеврон из гранита. На нём дата трагедии и имена погибших патрульных. Сегодня к нему пришли их родные и коллеги. Как сотрудники никогда не бросят в беде никого из своих коллег. Оля это друг. А в чём чуть-чуть может быть более закрыт, но это два стержня, на которые можно было опереться. Памятный знак установили на центральном автовокзале. Именно здесь год назад произошла трагедия. Полицейские остановили водителя, который проехал на красный сигнал светофора. Им оказался бывший боец батальона торнадо Александр Пугачёв, который в то время находился в розыске. Он расстрелял патрульных в упор. Когда мы приехали, то уже, на жаль, Артему мы ничем не могли допомогти. Он же погиб. Ольга Макаренко ещё была живой. И она поехала на автомобиль шутковой допомоги. Через пару часов мы узнали, что Оля так же погибла. Пугачёв до сих пор в СИЗО. Суд по делу всё ещё не окончен. Во время заседания подозреваемый ведёт себя вызывающе. Говорят, родные погибших и виновным себя не считают. Будем уже надеяться, что суд проявит всё-таки... И по-настоящему накажет. Конечно, максимальное наказание. Он не кается. Он абсолютно без чувств сидит, отрешённый. Оружие, из которого стрелял Пугачёв, так и не нашли. Но прокуратура уверяет, доказательств для пожизненного заключения у них достаточно. Станом на теперешний час у обвинувачения отсутні подставы сумнёватися в том, что судом будет выносен обвинувальний вырок и призначено справедливое покарание. У погибших полицейских остались дети. У Артёма Кутышева дочь, у Ольги Макаренко два сына. Её мать настаивает на выплате трёх миллионов гривен компенсации за моральный ущерб. Ещё 24 тысячи гривен требует управления патрульной полиции. Кто и сколько получит, должен решить суд. Елена Мандрюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.